Мы встанем на ноги, можем сказать брату и сестре рядом стоящим Я рад тебя видеть, можешь обнять кого-то, сказать Я люблю тебя, ты самая драгоценная, что есть Я соскучился за неделю за тобой, давно не виделись Как хорошо и как приятно быть в доме Божьем, аминь? Будем петь и будем поспевать духом Бог за нас сражается, в нашей стороне Все преодолел, он все преодолел В нем непоколебуемся, будем мы твиты Иисуса нас В нем переносим путь, если стыд наш на кресте Все преодолел, он все преодолел В нем непоколебуемся, будем мы твиты Иисуса нас Я буду жить, я не умру и буду вас давать полу Христос во мне, свободен в нем, в имени его Он свободен в имени Иисуса, вот дай славу Я буду жить, я не умру и буду вас давать полу Христос во мне, свободен в нем, в имени его Не уверен в всем трудности, стыд наш на кресте Все преодолел, все преодолел, он все преодолел В нем непоколебуемся, будем мы твиты Иисуса нас Воскликни, я буду жить, я не умру и буду вас давать полу Христос во мне, свободен в нем, в имени его Я буду жить, я не умру и буду вас давать полу Христос во мне, свободен в нем, в имени его Давайте прославляем Иисус, ты умер на кресте Все преодолеем И мы всыпаем всех, всех небу Бог за нас сражается, обращает Бог Светом его царства все враги бегут В имени Иисуса все преодолеем И мы всыпаем всех, всех небу Скажи Бог за нас! Бог за нас сражается, обращает Бог Светом его царства все враги бегут В имени Иисуса все преодолеем И мы всыпаем всех, всех небу Бог за нас сражается, обращает Бог Светом его царства все враги бегут В имени Иисуса все преодолеем И мы всыпаем всех, всех небу Я буду жить, я не умру, и буду восставать в полу, Христос во мне свободен днем, вывини его. Я буду жить, я не умру, и буду восставать в полу, Христос во мне свободен днем, вывини его. Церковь, постай громкую славу Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Я вас не слышу, я себя даже не слышу. Слава Господу! Аллилуйя! Жив наш Господь! Жив! Мы сегодня с вами празднуем победу. И вы знаете, это победа, это торжество, потому что то, что совершил Иисус Христос на Голгофе, мы сегодня это празднуем. У нас сегодня причастие, у нас сегодня двойной праздник, мы празднуем сегодня причастие, мы празднуем смерть и воскресенье Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, мы празднуем победу. Победу. Победу нашего Господа Иисуса Христа на кресте. Он сказал, свершилось. И вы знаете, Он одержал победу. И мы сегодня находимся в свободе. Мы сегодня можем ходить свободно, радоваться по одной простой причине. И Иисус Христос одержал победу. И в Его победе мы радуемся. И сегодня также мы празднуем день Пятидесятницы. Воскликните Аллилуйя! Аллилуйя! И это был прекрасный праздник. И я вам объясню, почему он прекрасный. Потому что в Ветхом Завете, когда на Пятидесятый день, получается, семь седьмид, сорок девятый день, сорок девять дней, Бог после исхода, после выхода из Египта, Он нес их на руках. И написано, что Он принес их на руках своих к себе. Он привел их к горе Синай. И там, на горе Синай, на этот Пятидесятый день, в начале третьего месяца, как написано в Писании, Бог дал Моисею заповеди. Он дал ему скрижали. Это то, что сделал Бог для человека. Это то, что Бог сказал, вот вам заповеди, вот вам скрижали. Это то, что вы должны соблюдать, это то, что вы должны делать. Но вы знаете, мы знаем, что Ветхий Завет, он был не без недостатка. И закон, он ничего не довел до совершенства ни одного человека. И Бог заключил с человеком Новый Завет. И Он сказал, я вселюсь в них. Я буду жить в них, я буду ходить в них. Я буду их Богом, они будут моим народом. И благодать заключается в том, что Дух Святой, Бог дал нам Духа Своего, чтобы Дух Святой научил нас, наставил нас, чтобы Дух Святой свидетельствовал Духу нашему, что мы дети Божьи, чтобы Дух Святой, который внутри нас, Он побуждал нас к тому, чтобы жить свято. Все, что мы имеем с вами, эту радость, это желание, эту любовь, это стремление, это все производит в нас Дух Святой. И я вам хочу сказать, я радуюсь тому, что я не живу в Ветхом Завете. И я радуюсь по двум причинам, я радуюсь, что я не живу там. И первая причина, это то, что за меня, за грехи мои уже принесена жертва. Уже есть жертва Иисуса Христа, которая навсегда соделала меня совершенным перед Богом. И второе, меня радует то, что внутри есть Дух Святой. Вы знаете, в Ветхом Завете Он был на разных отдельных личностях, Он находился там, но в Новом Завете Бог сказал такие слова. В книге пророка Иоиля Он говорит такие слова, «И будет в последние дни, говорит Бог, я и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, старцы будут с наведениями вразумляемы». И вы знаете, первое, что Он сказал, что я и залью от Духа Моего на всякую плоть. Поэтому я скажу тебе, если сегодня ты еще здесь на этом месте и в тебе нет Духа Святого, я могу тебе сказать, ты можешь это востребовать, потому что Бог сказал, Он дал обещание, «Я и залью на всякую плоть». Здесь нет индивидуальных особых личностей. Он сказал, на всякую плоть я и залью от Духа Моего. И смотрите дальше. «И покажу чудеса на небе, вверху и знамения, и на земле внизу кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется». Какой призовет? Добрый или может быть хороший? Нет, написано «всякий». Всякий человек, который призовет имя Господне, он будет спасен. И посмотрите, я хочу обратить ваше внимание. В Первом Ветхом Завете, когда Бог сошел на гору, Он сошел в виде огня. Написано, что гора пылала огнем. Бог сошел на гору, она была огонь. Бог в виде огня сошел на эту гору. И Моисей, когда сошел, он поднялся в облако, и он находился там, и Бог говорил с ним. В день Пятидесятницы Бог сошел на землю в виде огня. Бог приходит, и вы знаете, Он зажигает. Когда приходит Господь, огонь приходит. Огонь, и вы посмотрите, что произошло при День Пятидесятницы. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум, как бы шум с неба, как бы несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И я перескочу несколько стихов, где перечисляются народы, критяне, арабитяне, и все они слышали их нашими языками, говорящих о чем? О великих делах Божьих. И посмотрите, первое, что происходит, когда сходит Дух Святой на человека, что он начинает делать? Он начинает говорить, он начинает величать Бога. Он начинает говорить, как велик Господь. Дух Святой пришел для того, чтобы что? Прославить Иисуса Христа. И когда сходит Дух Святой, он приходит для одного. Не для того, чтобы проставился человек, не для того, чтобы явились дела человеческие. Он пришел для того, чтобы свидетельствовать о смерти и воскресении Иисуса Христа. Потому что Дух Святой был свидетелем в небесах, когда Иисус Христос со своей кровью вешел в небо, окропил там святилище и жертвенник, и принес эту жертву за наши грехи в небеса. И пришел сюда, Дух Святой, на землю. И Дух Святой является свидетелем того, что было в тайне в скине, в небесной скине, чтобы засвидетельствовать нашему Духу, что мы с вами дети Божьи. И я хочу сказать вам сегодня, дети Божьи, возлюбленные Божьи, омытые кровью Иисуса Христа, что ваши имена в книге жизни, и что Дух Святой внутри вас свидетельствует, подтверждает вам, что вы тот, кто вы есть во Христе Иисусе, искупленное Дитё Божье. И скажите, слава Богу. Мы знаем, что потом Петр встал, и он сказал чудную проповедь, что покаялась пять тысяч человек. Но все они перед этим. Все. Говорил слово один Петр. Правда? Но величали Бога все. И я хочу, чтобы сегодня вы исполнялись Духом Святым, чтобы сегодня, как написано, исполняйтесь Духом Святым, а дальше сказано, что назидайте самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. И я хочу, чтобы сегодня ты назидал самого себя, ты ободрял себя в вере, для того, чтобы прославить Иисуса Христа, быть крепким, быть твердым и мужественным. Поэтому давайте мы станем все с вами прославим Иисуса, и будем поклоняться и прославлять имя Его. Господь, ты достоин славы. Иисус, твою победу празднуем. Иисус, в любви твоей живем, Господь, слава тебе. Мы торжествуем в тебе. Мы радуемся свободе, которую ты нам подарил, Господь. Мы твои, Господь. Мы дети твои. И имена наши в книге жизни, Господь. Спасибо тебе. Спасибо за жертву. Спасибо за победу, которую ты совершил на Голгофе. Боже, слава тебе. Хвала тебе, Господь наш и Бог наш. Спасибо за Дух Святой, который в наших сердцах, который наполняет наши сердца радостью. Боже, пусть сегодня прославится Твое имя и возвеличится Твое имя, потому что Ты един Бог, свят, Ты един достоин славы и хвалы. Тебе вся честь и хвала и слава во веки веков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Церковь, давайте что-то сделаем. Громко, просто начни восклицать. Если ты искуплен, если ты оправдан, если ты спасен, всей силой прославь Господа. Твой день пересятится, когда он настал. Все ученики были вместе, как один. И вдруг явился с неба сильный ураган, и он наполнил тот, где находились они. Твой день пересятится, когда он настал. Все ученики были вместе, как один. И вдруг явился с неба сильный ураган, и он наполнил тот, где находились они. Каждый человек загорится, загорится, загорится. Каждый человек загорится, принимает Дух Святой. Что дети сядутся, когда он настал, Снев儿чики были вместе, как один. И вдруг явился с неба сильный ураган, И он наполнил дом, где находились они. Что дети сядутся, когда он настал, Снев儿чики были вместе, как один. И вдруг явился с неба сильный ураган, И он наполнил дом, где находились они. И каждый человек загорится, загорится, загорится И каждый человек загорится, принимает дух светой И каждый человек загорится, загорится, загорится И каждый человек загорится, принимает дух светой А я ещё буду славить тебя И суть А я ещё буду славить тебя Дети и сядицы, когда он настал Все ученики были вместе как один И вдруг едет совсем сильный ураган И он наполнит дом, где находились они Дети и сядицы, когда он настал Все ученики были вместе как один И вдруг едет совсем сильный ураган И он наполнит дом, где находились они И каждый человек загорится Загорится, загорится И каждый человек загорится И не пойду в дом И каждый человек загорится Загорится, загорится И каждый человек загорится Принимает Дух Святой А я ещё А я ещё Буду славить тебя А я ещё Скажи А я ещё А я ещё Буду славить тебя А я ещё Буду славить тебя, а я ещё буду славить тебя, а я ещё. И каждый человек загорится, загорится, загорится. И каждый человек загорится, мы принимаем Дух Святой. И каждый человек загорится, загорится, загорится И каждый человек загорится, принимает Дух Святой Нас дай славу, нас дай хвалу Иисус буду славить, буду жить, буду превозносить тебя Царь царей, твой голос Буду славить я тебя всем сердцем и грушу Хвалу тебе, петь буду вечно Буду славить я тебя всем сердцем и душой Хвалу тебе, петь буду вечно В твоем присутствии стою, я к небесам лечу В своих хвале Господь тебе взрываю Я знаю, ты живешь там, где звучит баланс Стоит там твой престол и свет сияет Буду славить я тебя всем сердцем и душой Хвалу тебе, петь буду вечно Буду славить я тебя всем сердцем и грушу Хвалу тебе, петь буду вечно Буду славить я тебя всем сердцем и грушу Хвалу тебе, петь буду вечно Буду славить я тебя всем сердцем и душой Хвалу тебе, петь буду вечно В твоем присутствии стою, я к небесам лечу В своих хвале Господь взрываю Я знаю, ты живешь там, где звучит баланс Стоит там твой престол и свет сияет В твоем присутствии стою, я к небесам лечу В своих хвале Господь тебе взрываю Я знаю, где ты живешь, там, где звучит волна, Дарит нам твой притом, и свет сияет. Буду славить я тебя всем сердцем и душой, Балу тебе петь буду вечно. Буду славить я тебя всем сердцем и душой, Балу тебе петь буду вечно. Буду славить я тебя всем сердцем и душой, Балу тебе петь буду вечно. Буду славить я тебя всем сердцем и шумалу тебе, ведь буду вечно Буду вечно, буду вас кричать, буду благодарить и буду радоваться Написано радуйтесь, говорю вам еще радуйтесь Скажи соседу радуйся, когда в различные искушения радуйтесь Аминь, Бог испытывает иногда нас Но мы радуемся, мы твердо стоим и идем к цели, аминь Наша цель это небеса, наша цель это спасение, наша цель это сохранить спасение, аминь Буду славить Радуйся, Боге, радуйся, Боге Радуйся, Боге, радуйся, Боге Небеса Христова Радуйся, Боге Слава тебе наш Бог, Иисус Христос! Слава тебе наш Бог, Иисус Христос! Слава тебе всех, Слава тебе всех царя царей! Радуйся Боги, радуйся Боги, Иисус Христос! Радуйся Боги, радуйся Боги, Иисус Христос! Слава тебе всех, Слава тебе всех царя царей! Я буду танцевать! Я буду восклицать пред Богом! Возьму брата и сестру, и буду танцевать! Радуйся Боги, радуйся Боги, Иисус Христос! Я к сердцу радуйся Боги, радуйся Боги, Иисус Христос! Слава тебе наш Бог, Слава тебе наш Бог, Иисус Христос! Слава тебе всех, Слава тебе всех царя царей! Господь, царствуешь ты, Владычествуешь ты! Превозносишься на этом месте только ты, Иисус Слава, 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 Слава! Иисус снял! Иисус Слава, Слава, Слава! Бог излил любовь на всех нас, он даровал прощенье. В его имени спасенье, радость и стыденье. Бог создает мир, отца, ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости твоей. Бог излил любовь на всех нас, он даровал прощенье. В его имени спасенье, радость и стыденье. Бог создает мир, отца, ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать о милости твоей. Вечно буду свалить лишь тебя, ты открыл нам двери в небесах. Во своем тебя ждет святой. Аллилуйя, аллилуйя. Вечно буду свалить лишь тебя, ты открыл нам двери в небесах. Во своем тебя ждет святой. Аллилуйя. Иисус И любовь на всех нас подарил прощенье В Его имени спасенье, радость и сильненье Бог создатель мира, царь, ты первый и последний Я буду петь, буду кричать о милости Твоей Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери небеса Воспалю тебя лишь Ты Святой, Аллилуйя, Аллилуйя Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери небеса Воспалю тебя лишь Ты Святой, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Ты Святой Иисус Аллилуйя, 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 Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Ты Святой Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери небеса Воспалю тебя лишь Ты Святой, Аллилуйя Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам двери небеса Воспалю тебя лишь Ты Святой, Аллилуйя Воспалю тебя лишь Ты Святой, Аллилуйя Аллилуйя, Церква, слава Господу! Аллилуйя, Аллилуйя, ми раді бачити кожну із вас з різних церквів, нові люди Хай сьогодні радість Божа, хай сьогодні мир Божий наповнить кожне серце Щоб ви відчули, що ви не одні Бо Господь сказав, не оставлю людей, не покину вас, і буду до кінця віку Слава Господу! Хай Бог благословить, щоб сьогодні наше серце було єдиним з Господом Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Зараз у нас час оголошень, потім свідоцтв Сьогодні у нас велике свято, свято Духа Святого Якщо ви згадуєте в своєму житті переживання Духа Святого, як Дух Святий Він вас зберіг, утішив, дав зцілення То ви можете вийти і прославити Господа Ісуса Христа Духа Святого, що Бог живий і праведний Амінь А зараз, поки ви згадуєте своє свідоцтво життя, ми перейдемо до оголошень У нас в понеділок на 19.30 служіння восстановлення особистості Вівторок на 19.30 у нас домашні групи В середу на 19.30 у нас вечірня богослужіння, де ми славимо Господа, ми збираємося тут В четверть на 19.30 у нас служіння пробудження В п'ятницю на 20.00 у нас школа АБЦ, пізнання Слова Божого І в 22.00 благословений час, нічна молитва І в суботу, увага, будь ласка, сім'ї У нас сімейне служіння буде на 17.00 Ми збираємося тут, на цьому місці Тому, будь ласка, ви можете гарно провести час для укріплення сім'ї Тому що в Слові Божем дуже багато є тайн Як скріпити сім'ю, як йти далі, і не зупинитись, і не розлучитися, і гарно жити Тому, будь ласка, на 17.00 в суботу будемо раді вас бачити І в неділю на 11.00 у нас головне богослужіння, де ми славимо Господа Ісуса Христа Амінь І також таке оголошення, сьогодні після служіння Батьки з маленькими дітками, будь ласка, не розходитесь, залишитись тут Для співбесіди, для репетиції недільного служіння Тому ваші дітки будуть приймати участь в служінні Тому, будь ласка, залишіться, добре? Халілуя, слава Богу! Оце такі в нас оголошення Хто не зрозумів ще щось, у нас є дошка оголошень, там у нас є, ну повісять, дні народження Братів і сестер ви можете потім переписати собі і поздоровити І також список оголошень служінь Все зрозуміло, так? Слава Господу! І тепер, хто хоче прославити Господа Ісуса Христа Сьогодні такий світлий день, ви можете прославити Його У мене є таке свідоцтво, хоч згадалось мені про силу Духа Святого, про молитву Це було декілька років тому, ми ще жили не в Борисполі, а в селі Глубокому, це під Борисполем І в нас була нічна молитва, ми молилися, і потім, коли нічна молитва закінчилась, так як до Глубокого було далеко Я залишилась в Борисполі у сестри ночувати, а мама була у Глубокому дома І вона там була дома, в общем Я приїхала з ночної, і лягли спати, це було около трьох часов ночі, десь так, два-три І я лягла спати, і потім через деякий час, ви знаєте, отак, я не знаю, наче мене хто розбудив Я просто встала, отак буквою Гну, встала, окно передо мною І таке сильне-сильне, ну, таке сильне бажання молитися, я не знаю, знаєте, як воно, спати хочеться Ну, ну, ти просто не можеш не ета, воно аж уста самі лепе чусь Я не в них язиках помолилась, сама не знаю, що произойшло, це було вже десь до чотирьох часів, ну, думаю, що це таке І все, і помолилась, помолилась, і спать далі І потім я приїжджаю на наступний день додому в село Глибоке Виходить мама і каже, Оля, ти знаєш, що произойшло, ти ж була на ночной Говорю, і що? Каже, не знаю, що произойшло, мене хтось якось розбудив, десь около трьох-чотирьох утра І каже, я вскочила, ну, темно, сама, і, каже, я вийшла на кухню, а котел погас, газ шурує Каже, як мені, ну, реакція не зробила включити світло, каже, я, ну, я вискочила на вулицю, відкривала всі, ну, окна, двері, от, і, каже, воно все вивітрилося І ми тоді визвали госовщика, вони прочистили Просто, що я хочу сказати, Господь Духом Святим, Він сохранив життя мамі, дом не взорвався, все стало, це слава Господу Це сила Духа Святого, Він бачить майбутнє Він нас сохраняє від смерті, Він сохраняє нас від всяких бід, від зла Ісус Христос молився і сказав, отче святи, сохраняй їх від зла, бо вони в цьому, ну, мирі, де дуже багато всяких сітей, дуже багато всяких опасностей, дуже багато всякої темноти, будь ласка, сохраняй їх І ви знаєте, і Отец, Він змилувався і дав Духа Святого, який в нас ходитайство, Він бачить майбутнє, Він бачить більше, ніж ми Тому довіряйте Духу Святому, якщо у вас є побільшення молитися, моліться, і Бог да благословить нас, амінь Слава Господу, я благодарю, славлюю за Господа Ісуса Христа і за Дух Святий, амінь Я хочу засвидетельствовать, много раз молились, у меня очень болели сустави, і много раз молились об этом, ну, все не работало, і в какой-то момент просто Дух Святой мне показал, что прими, мало молиться, мало просить, надо ще уметь принять И в какой-то очередной раз молились за исцеление, і я просто подумала себе, що, ну, надоело мені, я хочу принять это исцеление, я его принимаю, просто вот сказала, я его принимаю, это исцеление І сегодня ми ехали на служення, я вспомнила, у мене не болят сустави Слава Господу, ви знаєте, я в подтвердження Олечки хочу сказати, у мене на этой неделе Получается, у мамы был гипертонический кризис, і у мене ночью тоже был звонок, і у мене просто, знаєте, сон раз, і все, ушел мгновенно, знаєте, вот трезвость такая, сна нет І я понимаю, що я не знаю, що там, як, вроде бы обстоятельства, нічого страшного, вроде бы ничего, але все равно вот стал молиться, молюсь, молюсь, знаєте, вот благодарю, прославляю Ну не знаю, о чому молиться, молился я на ЗК, потом просто стал славить Господа, прославлял его, і потім заснул, знаєте, і утром мама звонить, я говорю, ну що, як твої дела? Говорит, що тебе, Леша не звонила, це мій брат, я говорю, не, я в больнице, я говорю, і що? Говорит, ну вот мене забрала скора, скакануло давление, а она була з собачкою своєю ветлечебницей, і срочно вже було було лечити не собачку, а маму, і в результаті, в общем, вовремя, ну, приїхала скора, її забрали, прокапали її, і, в общем, ну просто суть в тому, що, знаєте, вот бывають такі моменти, коли ти просыпаєшся і не розумієш, почему, вроде би возлюбленному даєт сон, але здесь сна нет вообще, як будто ты, і є молитва, і, знаєте, вот, действительно, коли є таке, я вас також побуждаю пребувати в этой молитве. Заркав, привет! Добре утро! Знаєте, ну у меня тут було пара місяців іспытання таких інтересніших, щас не хватить времени розказати, а потім як-небудь. Ну, в общем, прижала, так, і надо були деньги, і я послужив аквариум на частному секторі, там, дорогой сектор, і клент мені говорить, ну вот бассейнчик пропал, давай бассейнчиком займись, бассейном. Я занялся бассейном, нормально, ідет дело, вот, потім там пруд, давай пруд, хорошо, давай прудом займись, а потім там це все сливається в одну большую яму, вот, специальна яма для вот такой воды, і он говорит, ну, яма забилась, може ямой займешся. Я такой люк открываю, смотрю в эту яму, думаю, ну, а че, можна? Залажу в эту яму, короче, выкачал ее, значит, там, специально помпа, выкачал, вот, и там такой слой ила 15 сантиметров, ну, грязіща такая свиная. Я думаю, смотрю вверх, из этой ямы там свет, и представляете, вот растет дерево, кто-то видел свиные рожки когда-нибудь? Там растет дерево, такие стручки висят, ну, это так на свиные рожки похоже. Я думаю, ну, я бы, наверное, попросил меня сорвать, но мне бы не разрешил бы. Поехал я, в общем, к папе обратно, ночная молитва была. Так духом накрыла, честно, я вам говорю, отец любит очень, он принимает всякого сына. Слава ему за это, аминь. Мне очень коротко, у меня родился три недели назад мальчик, Дима назвали, и я благодарю церковь и Господа Бога за ваши молитвы, за то, что роды прошли очень быстро, и мальчик здоров, слава Господу. Благодарю всех. Аллилуйя, слава Господу. В Слове Божьем написано, в Иоанна, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. И пока у нас сейчас, я хочу вам притчу одну рассказать, да, хай вона вам еще, ну, вона мне так допомогла зрозуметь, что значит жаждать. Вот и шел один старец, и для него шел молодой хлопец, и они шли разом, и молодой хлопец каже, старцу, скажите мне, будь ласка, что такое спрага? Вот вы говорите, прагни Господа, прагни Бога, расскажите мне, что это такое. Вон каже, прийде час, старец каже, прийде час, зрозумеешь. И вот они идут, и біля них озеро. И старец каже молодому парню, каже, скупаемся, давайте так жарко. И они пішли в озеро, скупались, и старец подпливает до него в озере, и берет его за шию, и под воду. И тримает его, то и барахкается, не может вырваться, думает, что шутит, а бачит, что не шутит. И он уже и посинев, покраснев, и уже, когда этот старец почувствовал, что уже все, он его отпустил. Они вышли на берег, и молодой хлопец каже, что это было, я чуть не помер. А дедусь каже, ты меня запитывал, что такое спрага, что такое спрага под Господу. И вот я тебе скажу, когда ты был под водой, ты думал про свою машину? Он говорит, нет. А может ты думал про свой дом? Нет. А может ты думал про свою нареченную? Нет. А про что ты думал? Да, каже, хоть бы выжить, хоть бы один раз відчути глоток повітря. Он говорит, вот так и с Господом. Когда ты прагнешь Господа, ты не про что не можешь думать, ты лишь думаешь про Него. И тому Господь сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Это настоящая жажда, когда ты ничего не можешь думать. Ты думаешь про Него, как с Ним встретиться, как Его чувствовать, как Ему угодить, как и ходить перед Ним. Зрозуміло? Поэтому, пожалуйста, сегодня мы будем поклоняться Господу нашему, Иисусу Христу, который среди нас сейчас. И мы Его чувствуем. Помолиться, открыть свое сердце, сказать, Господь, я жажду Тебе, я скучаю за Тобою. Нема нічого больше в жизни за Тебе. Я хочу быть с Тобой, я хочу приближаться до Тебе. Аминь. Халилуя, Иисус Бог наш, мы благодарим и славим Тебе за все. Благослови нас сьогодні угодити Тобі. Благослови нас сьогодні, Господи, бути в Тобі. Благослови нас бачити Тебе перед собою. Благослови, Господь, и дай нам відчути Твою любовь. Дай нам відчути силу Духа Святого. Благослови нас Твоей радостью. Благослови нас Твоим миром, Боже наш. Мы нуждаемся в Тебе сегодня, Господи. Мы славим Тебе и прославляем Тебе, потому что нет ничего больше за Тебе. Ты, жизнь наше, Тобой движемся, Тобой существуем, Господи. В Тобе успокаивается наша душа. Слава Тобе, Иисус Христос, Син Божий. Благодарим Тебе, что Ты среди нас. Вся Тобе хвала и честь. Во имя Твоя Святая мы молимся Тобе. Как церковь. Аминь и аминь. От начала дней моих Жизнь моя в руках Твоих Нас ничто не разлучит Ты мой покров и крепкий щит Я не просто плоть и кровь Я для большего рожден Ты мой Бог, Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось Я живу Тобой Знаю я Если упаду Силу я в Тебе найду Что бы ни случилось Я живу Я живу Тобой Я живу Тобой И в пустыне, и в поте Радость я найду Тебе Ты из глубин Ты из глубин Меня Меня поднял И даже смерть мне не страшна Я не просто против Мы избраны Богом Я для большего рожден Ты мой Бог Ты всегда со мной Жизнь моя и воздух мой Что бы ни случилось Я живу Тобой Знаю я Если упаду Силу я в Тебе найду Что бы ни случилось Я живу Я живу Я живу Тобой Иисус Я живу Тобой И теперь не я живу Живет во мне Христос мой Живет во мне Христос мой От начала и вовек Ты достоин славы Ты достоин славы Иисус И уже я живу Живет во мне Христос мой Живет во мне Христос мой От начала и вовек Ты достоин славы Ты достоин славы И уже И уже я живу Живет во мне Христос мой Живет во мне Христос мой От начала и вовек Ты достоин славы Ты достоин славы Ты мой Бог Ты всегда со мной Жизнь своя и воздух мой Что бы ни случилось Я живу Тобой Знаю я Знаю я Если упаду Силу я в тебе найду Что бы ни случилось Что бы ни случилось Я живу Тобой Я живу Я живу Тобой 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 Иисус Ты наш источник Ты наша сила Ты наша крепость Господь И тебя мы имеем И тебя мы имеем сегодня Жизнь И жизнь с избытком Мы благодарим Тебя За Твое присутствие За то что ты здесь Незрима С нами Господь Да ощущать Тебя Да видеть Тебя Господь Иисус Ты удаляешь всякий страх Ты удаляешь всякое сомнение Иисус Твое могущество и сила здесь Нас окружает Твоя слава В Твоем присутствии Стоил Господь Сердца открыты пред Тобою В Твоем могущество и сила здесь Нас окружает Твоя слава В Твоем присутствии Стоил Господь Сердца открыты пред Тобою О Наполняющий собой Иисус Мы открываем наши сердца Дабы ты ходил и Царство Ал Нас Господ Иисус С execute ли свицы свинны всемогущий бог твоя сила твоя слава царство здесь величие здесь Здесь, сверхисти святы, всемогущий Бог, Твоя сила, Твоя слава, Царство здесь, величие здесь. Здесь, сверхисти святы, всемогущий Бог, Твоя сила, Твоя слава, Царство здесь, величие здесь. сей суть поклоняемся демендуем твое могущество и сила здесь нас окружает твое слава в твоем присутствии снахи господь сердца открыты бреда по и сумму мы благодарим за твое присутствие за твою силу которая вознесла тебя с креста иисус хвала тебе сверхи все цены всемогущий бог твоя сила твоя слава царство здесь величие здесь сверхи 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 св Твоя сила, твоя слава. Он здесь, чтобы решать твои проблемы. Он здесь, чтобы нести все заботы, Всякий грех, всякую немощь. Всемогущий Бог, твоя сила, твоя слава. Царство здесь, величие здесь. Сверхистие спины, всемогущий Бог, Твоя сила, твоя слава. Царство здесь, величие здесь. Иисус, царство здесь, величие здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Святый, святый, святый Иисус. Господь, ты достоин всей славы. Ты царь царей, ты Бог богов. Тебе вся слава, тебе вся честь, Тебе все поклонение из наших сердец, Из наших уст. Достоин, достоин. Владыка неба, Владыка земли. Мы благодарим тебя, Ислай, за то, что ты здесь, Господь. Дабы утешать, Господь. Ты здесь, чтобы принести свое исцеление, Свою радость, свое наполнение, Господь. Иисус, спасибо. Иисус, царь царей, поклоняться дать царю денег вновь. Иисус, царь царей, святый, 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 святый. Господь, Господь, достоин всей славы. Господь, достоин всей славы. Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава Тебе поклонение, хвала и асана Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава Тебе поклонение, хвала и асана Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава Тебе поклонение, хвала и асана Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава Тебе поклонение, хвала и асана Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава Тебе поклонение, хвала и асада Тебе, Господь, честь, тебе, Господь, слава Тебе поклонение, хвала и асада Тебе, Господь, честь, тебе, Господь, слава тебе поклонение хвала и асана тебе Господь честь тебе Господь слава тебе поклонение на всякой песне вся вселенная поет тебе Господь честь тебе Господь слава Тебе поклонение, хвала и осада, Иисус, Иисус. Мы восклицаем пред лицом Твоим, мы возвизничиваем Тебя, Господь, Вошедший на престол, поседший во славе, Иисус. Достой ты, достоин ты, достоин ты, Владыка неба и зима, Господь, честь. Тебе, Господь, слава, Тебе поклонение, хвала и осада, Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава, Тебе поклонение, хвала и осада, Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава, Тебе поклонение, хвала и осада, Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава, Тебе поклонение, хвала, хвала Тебе, хвала. Аллилуйя, аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аминь, аминь, аминь. Слава, Иисусу, аминь, аминь. На секундочку. Давайте просто закроем свои глаза, просто будем поклоняться Ему. Насколько у вас есть силы, насколько есть у вас возможности, просто начните поклоняться Ему. Я хочу только, чтобы фортепиано играло, больше ничего, хорошо? Просто начнем поклоняться. Просто поклоняйтесь Ему, просто. Если вы еще не начали, начните. Если вы продолжаете, просто поклоняйтесь Ему. Господь говорит Иисус, я живу, и вы будете живы. Я живу, и вы будете живы. Есть обетование Духа Святого. Он говорит, некоторым обращается, он говорит, я приду и к ним буду творить, и в них буду творить обитель. Вы знаете, что такое обитель? Это место обитания Божьего. Ты знаешь, что ты не для своих мыслей, не своих желаний здесь, вообще на этой земле живешь. Мы здесь для того, чтобы стать уместилищем Божьим, стать Его местом обитания. Библия говорит, где построите мне храм, место, где я буду обитать. Нету такого места. Но Бог благоволит обитать сегодня сокрушенным сердцем, сокрушенный Дух оживлять. Если ты сокрушен перед Ним, Он оживит тебя. Он сказал, я жив, и вы живы будете. Он может оживить тех, которые сегодня нуждаются в этом. Он может оживить тебя. Он может оживить то, что даже невозможно. Но если ты это просто захочешь, просто примешь это. Бог оживляющий. Иисус, мы молим тебя. Мы просим тебя, Господь, оживи. Оживи нас, Господь. Оживи наш дух, Господь, Духом Твоим. Подними нас на высоты, Господь, чтобы мы видели, Господь, Тебя. И славу Твою, Господь. Ты сказал, Господь, чего не попросите, я сделаю. Мы просим Тебя, мы хотим знать Тебя. Мы хотим слышать голос Твой. Мы хотим видеть Твои дела, Господь. Мы хотим видеть то, что Ты творишь, Иисус. Иисус, Ты, Господь, Ты Бог на небе. Ты Бог на земле. И Ты тот же, Господь. Ты нас исцелил. Ты нас благословил и освободил. Наполнил нас духом Твоим, Господь. И мы начаток Твоего создания, Господь. Здесь, на земле, сегодня взываем Ава, Отче, благословен грядущий. Слава Тебе, слава Тебе, Господь. Я прошу Тебя, посади, Господь, тех, которые сегодня нуждаются на небесах. На небесах, Господь. Благослови. Наполни нас духом Твоим, духом Твоим, Иисус, 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 Велик, Велик, Иисус, 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 Велик. о аллелуйя халилюйя рэви глория пора вяпо лария лария шага вяпо иисус 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 пили иисус иисус наш бог так велик святой 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 с плоти иисус святой 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 мой господь велик 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 господь аминь аминь я могу вам сказать кто такой святой это отделенный человек для определенной цели святой это бог святой это иисус это тот который имеет миссию имеешь ли ты сегодня миссию вы знаете моисей стал святым когда бог отделил его для миссии я вам хочу сказать некоторым что если ты хочешь стать святым библия говорит святой да освещается ты должен стать отделенным для его миссии для его служения для его служения аминь я прочту что-то и у нас сегодня в гостях брат и он уже служит нам и я я просто хочу вам дать некое наставление смотрите присаживайтесь группа прославления можете молодцы слава богу аллилуйя и я умолю отца и даст вам другого утешита да прибудет с вами вовек первое скажи дух святой он никуда не денется я могу угасить его я могу угасить его я могу не соглашаться с ним он продолжает говорить со мной он продолжает наставлять меня но приходит время что я перестаю вообще слышать дух святой дам вам другого утешителя да прибудет с вами вовек духа истины второе он говорит истину она никогда она всегда вовремя она может быть неудобно вам она будет неудобно кто из вас понимает что истина неудобно ну когда человек делает тайные вещи ему говорит и обличают о этом знаете ему стыдно становится ему неудобно и вы знаете библия говорит о том что те которые ищут света идут к свету они не боятся истины поэтому мы в церкви сегодня нам приятно быть церкви правда мы ждете света аминь потому что не видит его и не знает его а вы знаете его и он будет с вами и прибывает и ибо он с вами прибывает и вас будет вы знаете истина прибывает нас напишу на на их сердцах истину слово божье и он будет говорить к нам дух святой смотрите интересно дальше не оставлю вас сиротами признак того что я сирота это я не имею отца он говорит об отце смотрите я хочу чтобы вы услышали меня иисус он для нас тоже отец дух святой для нас тоже отец и отец для нас отец он все одно скажи три единый бог мне нравится слово три единый мы празднуем троицу я не празднуем праздник только духа святого это праздник иисуса отца и духа святого одновременно знаете что он открывает мне он открывает мне отца он открывает мне иисуса дух святой он сотворил во мне обитель и смотрите еще немного и мир уже не увидит меня а вы увидите меня ибо я живу слушай внимательно его обетование звучит так я живу и вы смотрите интересно и вы будете жить и вы будете почему он не сказал что вы живы уже слушай внимательно некоторым надо воскреснуть для того чтобы воскреснуть надо сначала умереть кто из вас понимает о чем я говорю я должен сначала умереть потом воскреснуть и он говорит я живу уже а вы будете жить но когда умрете потому что мы не можем умереть самостоятельно если иисус христос мы не принимаем ему жертву и не умираем вместе с ним он уже умер нам надо принять это как принять исцеление как принять освобождение как принять я принимаю его жертву я умираю вместе с ним чтобы с ним воскреснуть и я теперь живу с ним и дальше я дочитаю но как это происходит не без средств духа святого потому что без откровения я не могу получить это я не могу получить если Бог это не откроет внутри меня каким образом он творит этот обитель он что вычищает меня как на операционном столе наверное нож берет что-то там выскабливает строит меня из кирпичиков нет он не делает это так он дает мне слово он дает мне истину он выстраивает внутри свое царство посредством истины он выстраивает свой дом свое вместилище посредством истины он дает свое слово мы сегодня будем слушать слово что он делает он строит свое внутри меня потому что дух святой не приходит просто так он принесет и строит во мне обитель посредством слова помните как он строил этот мир в начале было слово мне нравится слово потому что когда оно в начале и ты понимаешь что слово приходит в твою жизнь то ты начинаешь понимать для чего оно пришло чтобы я его принявший изменился стал другим скажи другим мне нравятся люди которые готовы меняться а не критиковать и не менять других а меняются самостоятельно почему Иисус выбирал молодых людей вы знаете кто из вас знает молодые легче способны к перемене но и пожилые тоже способны потому что Иисус сказал человеком это невозможно но Богу все возможно поэтому он посылает Духа Святого чтобы мы стали молодыми знаете что еще Дух Святой делает когда сошел Дух Святой на Илью он бежал впереди колесницы он делает наши ноги как у оленя мы бежим и мы не устаем мы не утомляемся кто из вас устал от жизни но если вы спросите у молодых людей то некоторые тоже устали от жизни но исполненного Духа Святого он не устал у него радость у него сила поэтому он говорит вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой смотрите кто имеет заповеди мое соблюдет их тот любит меня и кто любит меня тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю и явлюсь ему сам Иуда Нискариот говорит господи что это ты что хочешь явить себя нам а не миру Иисус сказал ему в ответ кто любит меня тот соблюдает слово мое отец мой возлюбит его и мы придем к нему и обитель у него сотворим слово Божье является признаком того насколько во мне строится обитель признаком если я принимаю слово Божье я строю созидаю себя созидаю Бог созидает внутри меня свою обитель смотрите очень сложно пребывать в слове людям которые не хотят меняться поэтому я вам говорю если вы хотите перемен в своей жизни если хотите чтобы Бог жил с вами вам надо его слово не меняйте других меняйтесь сами Бог благословит вас скажи аминь я верю что Дух Святой он дан нам для того чтобы не этот мир изменить а чтобы изменить наши сердца и чтобы мы стали другими я принимаю это потому что когда мы думаем что ну у меня вот этого не хватает того не хватает вот если было то тогда бы я достиг того у меня все хватает если у меня есть Дух Святой у меня все есть честно говорю мне достаточно больше чем достаточно потому что Он есть и Отец Он есть моя сила кто из вас меня понимает достаточно аллилуйя у нас в гостях ну не в гостях уже почти Он как дома все семейство сегодня Васечек и даже внук первый бабушка счастлива и я я хочу сказать что для меня Он благословение слава и Его семья вы знаете бывают масса трудностей в нашей жизни и в нашей ну когда человек ну от Бога тебе посылается да вот он от Бога мне ну мы же мы же братья во Христе Иисусе и Он от Бога мне помощь а я для Него наверное может быть ну так но когда мы друг друга поддерживаем мы сильны мы становимся сильны я не ожидал что Он приедет сегодня но мне так хотелось чтобы кто-то приехал к нам в гости и меня удивил Дух Святой я не перестаю удивляться Духу Святому потому что Он вчера звонит ко мне и говорит мы к вам приедем всей семейством я никому не рассказываю потому что еще думаю вы молитесь там я говорю хорошо но никому не говорю и только под вечер там своей семье написал что у нас будет гость почему потому что я верю что когда Дух Святой что-то начинает Он будет делать до самого конца правда если Бог строит церковь Он что-то будет и делать дальше я вам хочу сказать что когда Бог присылает человека будем внимательны для слышания правда будем внимательны то что Бог хочет сказать нам аминь Он уже послужил на барабанах так Он же барабанщик играет и поет и сочиняет прекрасные песни но он он барабанщик от Бога правда начинал с барабаном слава Иисус Он расскажет все я ему предоставляю место здесь служить вам и мне тоже спасибо дорогой благодарю слава Господу Христос воскрес да и аминь с праздником вас воистину сошел правильно да сегодня пастырь уже говорил что это праздник не только Духа Святого это вся троица потому что Христос сказал что мы едино и он молился чтобы церковь его была едина аминь и на самом деле правда я я сегодня благословлен быть на этом месте и тем более всей командой полным составом мы сегодня здесь и знаете Господь действительно дает такие желания внезапные через жену проговорил мне Господь ну я так еще пошел вчера в собрание сижу в собрании как бы слушаю проповедь одним ухом другим размышляю о том как поехать сюда вот ну от Бога ли это ехать именно в это воскресенье настолько было желание сильно я прям посреди собрания вышел и позвонил пастырю Павлу дорогой ты не против вы там не против что мы да конечно приезжайте слава Богу на самом деле правда вы церковь это община для нас благословение это так и есть потому что ну здесь есть радушие и здесь есть Божья любовь да и аминь поэтому Господь сказал служите друг другу тем даром который у вас есть самый большой дар это Дух Святой я очень радостный сегодня поэтому и хочу чтобы все были радостны сегодня меня Господь касается и вот подыграл немножко на барабанах правда я когда покаялся я уже когда-то рассказывал но я очень кратко может для кого-то специально я когда пришел в церковь то ну я очень сильно пил до завета с Богом да ну просто на уничтожение каждый день доза 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 и когда я покаялся пришел естественно у меня не только руки трусились и не только голова а все тело я ходил короче ну правда нервная система разрушена была капитально и мне предложили на барабанах представляете я думаю форшлаги такие буду давать дело в том что у меня была мечта играть на барабанах я когда-то еще там при совке платил деньги какие-то уроки брал то есть какие-то азы были и тут мне в церкви предлагают знаете и я как бы ну говорю вы как себе представляете я не то что там забыл я у меня разрушено все то есть мне братья говорят вот такие же братья как пастор Паша который обнадеживает в Иисусе Христе он подвигает все время это очень здорово мы должны друг друга поощрять к добрым делам и мне в церкви говорят да ты садись Бог усмотрит я как бы ночь переспал с этой мыслью потом как бы Богу говорю ну как это и Господь меня утешил он говорит ты просто ты просто послушайся для начала я начал ходить на репетиции мы сегодня говорим об утешении друзья слово сегодня можете себе записать об утешении потому что Дух Святой и назван Духом Утешителем именно этим словом потому что без утешения никто из нас ну ну не будет здоровым я так скажу нам всем нужно утешение и вот когда я начал ходить просто на репетиции в послушании мне в один день сказали сегодня ты будешь служить Господу в группе прославления на центральном служении ааа как началась паника да не может быть Бога я говорю Господь как и Господь мне просто проговорил ты просто поклоняйся мне и знаете это откровение оно стало для меня утешением позже я прочитал в 118 псалме Давид говорит откровение твои утешение мое то есть не просто слово не просто ну знаете какая-то фраза а когда Бог тебе говорит через Писание или в молитве или в проповеди на ту или иную ситуацию приходит тебе утешение и ты все раз сразу ну все благодать приходит Божий мир и не напрасно Господь сказал в Евангелии от Матвея по-моему 11-28 да придите ко мне все труждающие обремененные и я успокою вас и если я скажу утешу вас я не ошибусь и не скажу Писание потому что в утешении само слово утешение есть успокоение и есть удовлетворение аминь вы согласны со мной вот кто-то даже уже на арфе играет от радости поэтому пусть Господь сегодня утешит каждую душу каждое сердце в том вопросе в котором вы нуждаетесь в котором мы нуждаемся каждый из нас нуждается Иисус Христос в 16 главе Евангелия от Иоанна Он сказал такие слова истину истину говорю вам лучше для вас чтобы я пошел если говорит я не пойду утешитель к вам не придет а если пойду то я пошлю вам утешителя понимаете то есть лучше то есть они ходили видели Христа есть какие-то внешние видимые чудеса знамения проявления и до определенного момента это хорошо в нашей жизни все нормально а потом он говорит лучше чтобы я пошел придет утешитель и где он будет жить рядом или где вселюсь в них и буду ходить в них то есть он уже внутри и это происходит как сегодня пастор Павел говорил изменение нашей внутренности Бог начинает трудиться внутри наших сердец вот утешитель вот его сущность вот его служение и наше служение другим людям через духа утешителя насколько это прекрасно и великолепно поэтому я сегодня был рад сегодня послужить на барабанах я не играл очень много времени правда но вот было такое побуждение я когда-то мне один человек подошел когда еще играл на барабанах и был такой случай надо было играть на электронных ну кто-то играл когда-нибудь тот меня понимает такие блины просто электронные такие и по ним бьешь по этим резинкам это настолько непривычно и один брат подошел и говорит Славик как как на них играть надо я ему сказал точно такие слова которые мне сказал Господь ты просто поклоняйся Господу друзья мои мы должны иметь утешение от Господа человек поблагодарил и пошел ты можешь куцовато играть или там петь несграбно или там играть как там но если твое сердце расположено к Господу чтобы ты поклонялся Богу Господь принимает эту жертву поэтому никогда не надо переживать что здесь якобы стоят левиты особая каста а ты там в зале ну ты никто нет мы все дети Божьи я всегда это говорю мы все дети Божьи в Новом Завете это единый статус друзья никто не превозносится а кто хочет быть большим будь меньшим и все будет нормально и Бог тебя благословит потому в каждом в сердце я верю возрожденном сердце живет святой дух и он производит и действия и хотения и действования поэтому даже если у тебя нет голоса и со слухом не в порядке ты поешь для Бога посмотришь как он произведет внутри тебя нечто новое что ты никогда не видел и не слышал произойдет такое утешение что это будет просто потрясет и изменит твою судьбу через поклонение правда поэтому и и Господь нам говорит в послании евреям непрестанно приносите жертву хвалы да то есть плод уста это уже плод когда мы поем аллилуйя а а а где же корень где там оно там в сердце это уже плод хвала Господу идет аминь хорошо хорошо друзья слава Господу можете повернуться друг другу сказать хорошо что ты на этом месте сегодня аллилуйя мне как раз время открыть тетрадь слава тебе Господь аллилуйя итак а давайте откроем 2 коринфянам 2 коринфянам 1 глава 2 коринфянам 1 глава я очень быстро буду я долго вас не задержу у вас же тут ограниченное время или нет не вот до вечера можно проповедовать хорошо я шучу я правда постараюсь очень быстро итак 1 глава 2 послание коринфянам 3 стих с 3 стиха благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Отец милосердия и Бог всякого утешения скажи всякого утешения это очень важно понимать потому что знаете есть люди в зале сидят и слушают чьи-то свидетельства и говорят ну у тебя в ситуации Бог утешил а я вот уже молюсь столько времени у меня особая ситуация или меня Бог забыл или ну я не знаю у меня утешения нет но Бог говорит он Бог всякого утешения и твоего тоже просто доверься и как сестричка сегодня говорила и прими это прими потому что Иисус преломил хлеб и что он первое сказал примите понимаете то есть нужно принять принять это верой растворить и благодарить Бога мы еще этого не видим в материальном виде но потому мы и верующие что мы принимаем верой а потом это видим уже в материальном виде аминь аминь или аминь о слава Господу дальше четвертый так Бог всякого утешения утешающий нас во всякой скорби нашей чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением которым Бог утешает нас самих какое чудесное утешение Слово Божие правда ну лучшее но невозможно сказать но Бог вот берет вот прямо нам все раскладывает чтобы мы имели друзья утешения чтобы мы не были знаете как друзья Иова они хотели его утешить не имея утешения в себе и как они названы жалкие утешители понимаете то есть когда мы имеем откровение когда мы имеем Божью любовь Дух Святой внутри когда мы пребываем как сегодня пастырь говорил когда мы пребываем когда мы нуждаемся очень много сегодня кстати вот Бог нам говорит Духом Святым о жажде сестричка прекрасную притчу сказала о наполнении понимаете то есть мы когда имеем это внутри мы всегда можем подойти и поддержать и утешить ближнего это перетечет обязательно кто-то переживал такие моменты в жизни и в свою сторону и от себя кому-то и приходит утешение и ты понимаешь что это не ты утешил это не ты ты не способен так утешить это Дух Святой утешает сейчас приходит на память просто послание евреям там по-моему 12 не помню надо будет посмотреть там написано и вы забыли утешение которое предлагается вам как сыном сын мой наказание Господня не отвергай когда он а и не унывай когда он что обличает тебя наказание когда он обличает тебя а когда он тебя обличает 4 12 евреям ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдо острого оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит намерение и помышление сердечное аминь так смотрите какое утешение в этом наказании так выразимся это же благо нам друзья это благо когда мы вникаем в писание мы сегодня размышляли ехали в машине почему через апостола Павла Тимофею Бог говорит вникай в себя не в соседа в себя и в учение в себя и в учение занимайся этим как только в воскресенье аминь мы все знаем вопрос поступаем ли так каждый исследуйте себя тогда спасешься ты и слушающих тебя спасешь то есть опять мы говорим и об утешении в том числе это очень важно друзья очень важно хорошо господь слава тебе и хвала Божия аллилуйя знаете в писании есть некоторые примеры быстро пробегаем вот смотрите Самсон у него была сила от Бога или нет ну смелей конечно от Бога Бог наделил его силой и он творил там очень много чудес но мы знаем эту историю он начал утешаться не Богом он начал утешаться изобрел в своих приключениях такой знаете трагический финал он уснул у женщины у Долиды на коленях и в очередной раз пришли филистимляне и он проснулся и сказал пойду как и прежде я освобожусь а не знал что Бог отступил от него слово Божье говорит источник да твой да будет чист утешайся женою юности твоей и я скажу утешайся женою юности твоей во Христе просто так утешения не будет но когда когда муж и жена будут утешаться во Христе это будет настоящее утешение сегодня люди утешаются или я скажу так ищут утешение очень и очень во многом я сейчас говорю о верующих иногда мы просто иногда мы просто ищем утешение в спорте разве это плохо это неплохо пойти поиграть в футбол но если это становится идолом если это становится целью жизни то мы уже не ищем утешения с Господом а Господь говорит вы о кого послание или думайте напрасно Бог говорит что возлюбил до ревности Бог есть ревнитель и он желает отношений с каждым из нас или побежать в какое-то кино знаете выходит новый фильм в 3D и команда побежала быстренько на перегонки кто первый посмотрит этот фильм знаете есть такое выражение если ты хочешь разочароваться посмотри в свою внутренность если ты хочешь развеяться посмотри вокруг а если ты хочешь утешиться возведи очи горам понимаете ну сердце так к тем горам он живет внутри просто когда мы смотрим на самого себя то апостол павел говорит не живет во мне ничего доброго будут одни разочарования нам нужно смотреть и взирать на христа как нам говорит писание знаете я этот пример приводил быть может кто-то слышал кто-то нет когда один брат он проповедовал очень горячо и он был ревнителем по богу но он потом увлекся рыбалкой рассказывал я вам здесь нет теперь я задаю вопрос разве рыбалка это плохо а вроде нет ну конечно если это не во время воскресного служения потому что господь говорит не отлучайтесь из иерусалима не оставляйте собрания ждите обещанного и этот братик начал ходить на рыбалку потом пропустил одно собрание второе собрание третье братья говорят ты что друг дорогой да вы не понимаете мне такая везуха мне ты что я там такие полные садки ловлю когда ты его встретил и сказал ты знаешь апостол Петр ловил больше чем ты но Иисус ему сказал иди за мной я тебя сделаю овцом человеком хватит наловился тем не менее он продолжал и оставлял собрание а если уже приходил то уже с запахом и знаете ему Бог говорил очень много в его сердце но он знаете его влекло мир повлек его и он стал чемпионом города есть какие-то соревнования в этих делах потом чемпионом района потом чемпион области и уже к нему говорят ты что он говорит да вы чего я уже добился я уже ну вы что друзья тут просто это Бог меня благословляет но я хочу сказать не надо путать благословение Божье и обман этого мира потому что все что в мире похоть очей похоть плоти гордость житейская не есть от Отца человек просто был увлечен и просто его его украл нечистый на какое-то время а потом когда он заболел очень страшной болезнью к нему приехали братья помолились а болезнь была неизлечимая помолились за него Бог ему дал благодать в своей любви Бог его исцелил Аллилуйя но он ушел опять на свою дорогу ну потом вновь заболел я слышал что к нему кто-то перед смертью приезжал я не знаю покаялся он или нет успел или нет не хочу судить об этом хотелось бы верить все-таки что он успел покаяться и сокрушиться но он был забрат с этой земли в свое место вы знаете когда с нами происходят какие-то вещи не туда заходим написано что мы согрешаем да мы согрешаем но если уж согрешил или если уж сошел с пути ну треба ж до батька и ты милость она у господа вы знаете в притче о блудном сыне когда он взял у отца говорит давай мне мою часть имения помним да эту всю историю и отец ему отделил и он пошел в чужую страну и по прошествии времени быстро очень все расточил там живя распутно и там написано и стал нуждаться стал нуждаться ну если ты стал нуждаться ну иди же иди к отцу нет пошел пристал там в той стране какому-то дядьке и пас свиней ну стал нуждаться то иди покайся иди примирись нет еще не дошел до уровня а когда уже хотел поесть рожек свиных которые ему не давали там пришел в себя но утешение оно у Бога и оно от Господа приходит я думаю так впрочем как и вы каждый кто когда каялся первое что пришло к вам в сердце это утешение не так ли ну по-разному оно у каждого но это утешение ты говоришь Боже так вот что мне не вот что я искал вот оно это ты это ты друзья не поймите меня превратно даже не служение есть утешение Дух Святой есть утешение когда мне брат рассказывал одна сестра скрипачка поранила себе руку ей надо было идти на служение поклонения и она Бог говорит я не могу играть как же я буду играть начала молиться я не смогу поклоняться и Бог ей проговорил в молитве дочь моя мне не нужна так скрипка и все что ты делаешь это уже вторично дочь моя любимая мне нужно твое сердце мне нужно твое сердце я именно туда смотрю я именно наблюдаю твое сердце когда поднимается фемиам молитвы сокрушенного сердца и она начала плакать молиться сокрушаться и когда открыла глаза ее рука была исцелена чудесным образом Бог в своей великой любви позаботился и о том и о том и о внутренности и о внешности и она пошла величать Бога и поклоняться Ему она получила утешение нам не надо искать утешение на стороне друзья есть жених который грядет апостол Павел говорит церкви я обручил вас мы есть помолвка друзья есть помолвка мы его невеста не надо искать на стороне утешение в киноиндустрии или в сериалах я уже говорил кто-то да мне не даром не надо эти сериалы я говорю ну так ты бокс смотришь по ночам в лучшем случае или какую-то бодягу еще другую или что-то третье или там 95 квартал и там утешение там нет утешения нет утешения там не в этих дизелях шоу нет там утешения мир не может дать утешение друзья это обман это обман это обман услышь меня мир крадет твое и мое время если мы ведемся на этот обман кто-то скажет так шоу уже нельзя и пойти в кино посмотреть или в театр да конечно можно павел говорит все мне позволительно но полезно ли оно для души и сердца твоего оно как-то тебя подвигает совершать спасение нам нужно утешение нам нужен дух святой нам нужен дух святой и дух святой всегда приходит изливается туда где прославляется Христос Христос мы об этом друг другу всегда напоминаем в любви именно где прославляется Христос сейчас немалое количество людей просто говорят о Боге просто Бог Бог Творец я в фейсбуке вижу там какие-то люди уже уже такой бред пишут мне там я им писание они мне говорят зачем ты нам писание пишешь если я вам напишу то это может вас обидеть пусть писание вас утешит и откроет что Христос и нет другого имени они как-то да нет есть Творец великая сила что-то такое там Иисус Господь Иисус в нем есть наше утешение чтобы мы не искали знаете со всяким может случиться и у нас жизни нет знаете хотя Бог говорит есть путь ровный новый путь но мы люди и Бог помнит что мы персть и и ну Иоанн пишет нам пишу вам чтобы вы не согрешали но ежели кто согрешит то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа так или нет ну то есть я понимаю что мы рожденные свыше люди не специально строим планы как грешить а если кто-то специально строил такие планы то надо покаяться пред Богом сокрушиться и Бог утешит душу твою и даст свободу и не напрасно написано что Христос возлюбил правду и возненавидел беззаконие и эти чувствования должны быть в нас правда где она в святом письме так или нет это есть истина правды на этой земле нет может для кого-то это новость сегодня не ищите на этой земле правды ни на западе ни за океаном ни на востоке ни на севере и ни на юге правды нет апостол Иоанн говорит и увидел я новую землю и новое небо новую землю на которых обитает кто скажет что там обитает правда правда увидел я новое небо и новую землю на которых обитает правда а люди ищут здесь от людей правды нету ее Это ложная надежда и ложное утешение, и трата сил, дарма. Истина она во Христе. Бог говорит, спасайте души. Сколько вышло из Египта людей? Ну, примерно. Пару миллионов, сколько? Ну, полтора-два миллиона. Как написано в 10-й главе Коринфянам. Все вышли из Египта, все прошли сквозь море, все крестились с Моисеем, все пили из одного камня, который был Христос. Но не о многих благоволил Господь. Почему? Потому что они были увлечены похотями. Мы все вышли, Бог нас вывел из мира, крестил нас, да, Духом Святым. А теперь каждый анализирует те, сколько мы с Богом находимся и что нас влечет каждый день. Я не беру воскресное служение. Друзья, Бог ждет отношений, Бог ждет общения. Бог всегда с протянутой рукой в том смысле, чтобы дать нам. Но мы иногда забегаем на старые рельсы и ищем что-то на стороне. У каждого свой удел. Знаете, моя хата с краю, цемий огородик, и я тут. Бог говорит, сад внутри тебя, возделывай его. Храни и возделывай. Все будет хорошо. Бог есть наш утешитель. Слава Господу. Еще такой. Сейчас, сейчас, сейчас. Экклесиаста. Экклесиаста. Открываем. Открываем. Четвертая глава. Здесь так точно написано. Но это только Господь так пишет. Четвертая глава с первого стиха. Написано так. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем». Мы читали «Бог всякого утешения», да, у нас есть. Помните? А здесь вот человек говорит, я обратился и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем. И вот слезы угнетенных, а утешителя или утешителя у них нет. И в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. Обратите внимание. Не у той стороны нет утешителя. Не у этой стороны. То есть у одних слезы, а утешителя нет. Я думаю, так почему? Воззови к Богу. Воззови к Богу. Воззови к Богу, придет утешитель. А другие уничтожают этих. Сила есть. Знаете, ума не надо, как говорят. Сила есть. Власть есть. Угнетают угнетающих. У тех нет утешителя, но есть сила. А у тех слезы. А утешителя нет. Ко мне одна учительница пожелает, такая уже женщина, говорит, Славик, ну ты бачишь, что это робится? Ну ты бачишь, что это робится в нашей краине? Где ж Бог? Я говорю, недалеко от вас. Он недалеко от каждого из нас. Но вы же не хотите призвать. Знаете, легче всего роптать и причитать, и все сворачивать, где Бог. Почему Он это допустил? Вы такое слышали? Часто я слышу это. Где твой Бог? На троне царствует. Грядет. Избавление близко на тех, кто упывает на Него. Святой да освящается еще. А скверный пусть сквернится. Как раз пору вспомнить 73-й псалом. Помните? Глаза выкатились от жира. Человек Божий, я сам говорил. Как так может быть? Вот такие шеи, глаза, говорят, свысока. На работе человеческой их нет. Получают такие горы денег. Наказания им нет. Ведут себя, как хотят. И человек говорит Божий, так не напрасно ли я руки свои омывал, сердце очищал? Ну, туда же тянется Божий народ, к этой чаше. И он говорит, так я думал, я был как скот пред тобой. Да коли не вошел я в присутствие Божье. Так, Господь, на скользких путях Ты их поставил. Нам нужно присутствие Божье. Когда мы попадаем в присутствие Божье, наш разум просвещается, друзья. Кто-то понимает, о чем я говорю? Начинаем мыслить адекватно. И тогда он говорит, Боже, то есть человек был в недоумении, и вдруг приходит вот это откровение. Он зашел в храм, он говорит, да коли я не вошел во святилище. То есть в новом завете, в присутствии, потому что святилище в сердце. Пришел в присутствие Божье, раз пришло откровение, утешение, он говорит, кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Подожди, подожди, так только что ж ты что-то хотел? Были какие-то предъявы, претензии? Нет, что вы? Это не я, это кто-то другой. Разум просвещается, и ты говоришь, Боже, дай аминь. Ты царь. Ты Господь. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Потому что уповают на Господа. Сегодня мы уже говорили, вспоминали, что Он дает утомленному силу. Кто сегодня утомился, быть может, от информации. Бог сегодня дает утомленному силу. Кто-то из немог, изнемогающему даруют крепость. Утомляются и ослабевают, и молодые люди падают. Юноши ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. Пойдут и не утомятся. Почему? Приходит утешение. Сегодня люди едут и говорят. При мне вот был разговор. Человек говорит, я ездил, короче, на гору Афон. Знаете, такая гора Афон? В Греции все есть. Вот он поехал туда, на эту гору, говорит, там такое присутствие, Боже. Да ты шо? Да это просто нельзя передать. Я говорю, что, серьезно? Так вы же говорили, что, вы же много ездите, что в Иерусалиме присутствие, слава. И в Иерусалиме присутствие Божье. А где больше? Ну, я сейчас тебе так сказать не могу, конечно. Но в Иерусалиме такое присутствие. А на Афоне тебе нужно съездить. И мне приходит место Писания. Помните? Иисус и женщина-самарянка у колодца. Отцы ваши говорят, надо поклоняться в Иерусалиме. А наши говорят, на горе. Так где надо? Иисус говорит, и не на горе, и не в Иерусалиме. В духе и в истии. Аминь. Не надо никуда бегать. Не надо никуда. Не. Если кто-то предложит вам съездить, а еще и пропадет, конечно. Я зайду на гору высокую. И там прославить Господа. Правильно. Но бегать не надо. Там, ну, друзья. Господня земля и все, что наполняет ее. Но, ну, 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 понимаете, чем просто благословение Новый Завет. Служение Нового Завета. Что Бог живет уже не снаружи человека. Не, Он снаружи есть. Он вездесущий. Но Он уже, как сегодня говорилось, обитель, жилище. Обитание Господа – это наше сердце. И поэтому, Он говорит, будьте святы. Почему? Да потому, что я свят, Он говорит. Это есть наше дело. Искать утешение в Господе. Поэтому мы и молимся. Видите, у гнетающих слезы утешителя нет. И те, что сила есть, а утешителя нет. И церковь призвана молиться сегодня. Чтобы Дух Святой сходил. Чтобы люди могли воззвать к Богу, сокрушиться. И получить это настоящее утешение. Друзья, правда, утешения не будет ни в экономике. Хотя надо молиться. Я сейчас не за это. Не в процветании в каком-то. Тем более, не в новой мобилке, машине, квартире. И т.д. и т.п. Утешение есть наш Господь, Дух Святой. Вот когда там будет утешение и мир Божий в сердце, то ты скажешь, Господи, будет прославлю Тебя, не будет, я все равно буду славить Тебя. Бог силен избавить нас от печи. Но даже если этого не произойдет, мы все равно истукану не поклонимся. Бог избавил не от печи, а из печи. Из печи. Потому что и сам был там. Вижу четвертого. Было трое. Вижу четвертого. Подобен Сыну Божьему. Откровение язычнику пришло. Откуда же он знал, что он подобен Сыну Божьему? Но это другая история. Дальше. Так, 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 так. Буду пробегать быстро. В 93-м псалме, 19-й стих, говорит, «Утешение Твои услаждают душу». Друзья, слава Господу. Исайя, 30-я глава, 15-й стих, нам говорится так, «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы». Говорят, бежим туда. Там приехали суперпомазанники. Бежим туда. Там чудеса и знамения. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, а исполняющий волю Отца Небесного. Не надо бегать. Без причины. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В этом есть утешение. Дальше. Пример опять. Две женщины, две сестрички, Марфа и Мария. Об этом очень много есть проповедей. Об этом очень много есть рассуждений. Я, во всяком случае, очень часто слышу в последнее время. Именно о Марфе и Марии. И мы когда-то с вами тоже здесь говорили, вспоминали. И я думаю, смотрите, Марфа, она же служила Христу. Она делала очень много работы. И некоторые люди без откровений, в моей жизни так случалось, без откровения Божьего призывают к активности других. А Мария избрала благую часть. Она села у ног Христа. Для чего? Чтобы услышать Слово. Получить откровение о том, что нужно делать. Получить утешение прежде всего. Потому Христос и говорит, Марфа, Марфа, ты о многом заботишься и суетись. Шума много, суеты много. Кто-то сказал, ну как, а покушать же надо. Да надо. Но Господь говорит, об этом заботятся язычники. Прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его. Конечно, хорошо, когда и то, и то есть. И в каждом из нас есть и Марфа, и Мария. Внутри. Но, друзья, не Славик Васечка говорит, а Христос говорит. А Мария избрала благую часть. Еще раз. А Мария избрала благую часть, которая не отнимется. Размышляем. Марфа, ты хорошо делаешь, но Мария лучше. Нихт найн ноу. Ни. В этом есть рассуждение. Размышляем. Нужно иметь отношение с Господом. Сесть у ног Христа и услышать. 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 Покориться. Сокрушиться. Сделать и прославить. Аминь. Мы скоро будем заканчивать. Тридцать шестой псалом очень известный. Очень известный. Четвертый и пятый стих. Тридцать шестой псалом. Можно высветить сюда? Или это долго? Ладно. Нет? Тридцать шестой псалом. Четвертый и пятый стих. Смотрите. Утешайся Господу. И Он исполнит желание сердца твоего. Не ты будешь делать. Представляете? Он исполнит. Он исполнит. Подумайте. Только нужно утешаться Господом. Боже, такие тучи. Крыза. Все валится вокруг. А ты утешайся Господом. Друзья, я больше скажу. Кто-то скажет. Да как можно утешаться? Без доверия не будет утешения. Вера. Когда мы доверяемся Господу. А как? Это ты так можешь доверяться? Послушайте. Мы все человеки. Вера, она отслышание Слова Божьего. Если мы опять приходим к тому, имеем общение с Богом, друг с другом. Друг с другом. То кровь Иисуса Христа, Сынно Божий, очищает нас. Очищает нас. От всякого греха. И тогда мы можем утешаться Господом. И Он исполняет желание сердца нашего. Потому что наше сердце будет в порядке. Мы будем понимать отчасти, чего хочет от нас Господь. Какие у нас должны быть желания. Какие у нас должны быть желания. Не заботьтесь ни о чем Господь говорит. Не заботьтесь, что вам есть, что вам пить. Ибо всего этого. А какая у нас должна быть забота одна? Кто скажет? Аминь. Иметь Бога в разуме. И так, как они не заботились иметь Бога в разуме. Помните о римлянам? Другими словами, они начали заботиться о чем угодно. А самую главную заботу оставили. Да, Саня? Да, с нами пусть такого не будет. Чтобы мы имели вот эту потребность в Боге. И просили Господь. Боже. Возобнови. Оживи. Зажги. Пусть течет. Господь. Я хочу, Боже, поклоняться Тебе. Я хочу иметь общение во имя Иисуса. Пятый стих. Пожалуйста. Передай Господу путь Твой. И уповай на Него. И Он совершит. Друзья. Порой мы держим. Порой мы что-то держим. И очень долгое время. А Господь стучит в сердце. И говорит, передай. Отдай. Знаете, написано. Вот стою и стучу. И кто услышит? Стук или голос? Все стою у двери и стучу. И кто услышит? Голос мой. И откроет. К тому войду. И будем вечерить с Ним. Я с Ним, Он со мной. Будем вечерить. Сегодня Бог стучит в сердце. Знаете, чтобы не было потом, как в 13 главе Луки. Когда двери Господин Хозяин закроет и станут стучать. Открой. Открой. Он скажет, я никогда вас не знал. Отойдите от меня. То сегодня, чтобы этого не случилось, Бог стучит. Сегодня Бог стучит в двери сердца. Чтобы мы могли открыть. Чтобы Он пребывал в нас. Не как гость. Погостил. Ну, Боже. Было очень клево. Классно с тобой. Но мне надо. Я же тебя не отвергаю. Это я так жил раньше. Я не был атеистом. Я говорил, Бог, ты есть. Я знаю. Мне не надо доказывать. Ну, у меня есть свои дела здесь на земле, пока я иду. В том трудно. Опять прибежал. Не, не. Пусть Господь живет в каждом сердце. В каждом сердце. Чтобы мы могли утешить ближнего. Чтобы сами были утешены. Чтобы мы не были ожесточены. Потому что грех, он ожесточает людей. Хорошо. Я так, так, так. Римлянам, 15 глава. 4 и 6 стих. Римлянам, 15 глава. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении. Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Скажи, из Писаний. Не где-то там из литературы какой-то. Или еще с какой-то информацией. Именно из Слова Божьего. Если мы отсюда будем черпать. Послушайте, Бог никогда не замедлит. И с утешением, и с ободрением. И с восполнением нужд. Послушай, и с исцелением твоим и моим. И с освобождением. Но нам нужно нырять сюда. Дальше, 5 стих. Бог же терпение и утешение. Два глагола рядом. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою. По учению Христа Иисуса. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Просто великолепные слова. Я, когда читаю, меня очень вдохновляет и утешает Господь. Правда. Мы все проходим какие-то жизненные ситуации в жизни. Иногда бывает настолько тесно, настолько тягостно, что кажется, никто такой трудности не проходит. Никто. Это, наверное, Бог только у меня такое допустил. Наверное, нагрешил много. Не-не-не. Друзья, в этом есть утешение. Если Бог допустил, то Он видит, что ты пройдешь вместе с Ним. Ты пройдешь для того, чтобы прославить Христа. Стать крепче. И чтобы ты мог поддержать рядом идущего. Чтобы мог за лока взять сказать, брат, сестра, не ужасайся, не бойся. Я это проходил, меня Господь провел, и тебя проведет, и мы будем молиться, и пройдем вместе. Мы церковь, мы тело Его. Мы тело Его. А Он уж заботится о своем теле. Он не человек. Что иногда люди забывают помыться, или что-то такое. Перемотать палец. Он заботится о церкви. Написано, греет и питает ее. Омывает баней слово. Так? Аминь. Идем в баню? Да. Мы уже в бане. Второе Фессалоникийцам. Вторая глава. Мы откроем. Второе Фессалоникийцам. Вторая глава. А пока мы открываем, я пока не скажу, где это, но я вспомнил апостола Петра. Помните, когда он сидел в тюрьме, его кинул Ирод в тюрьму? Перед этим убили Иакова, да? Обезглавили. И вот его Ирод взял и в тюрьму. Раз. И я вот, когда читаю, думаю, а Петр взял и спит там. Вот представьте, ну, он понимал, что, ну, казнь. Ну, какой нормальный человек может перед казнью на рассвете пойдут и обезглавят его? А он спит себе спокойно. Пришел ангел, говорит, поднимайся. Петра там сразу и не понял, думал, что это ему снится, видение какое-то там. Интересная такая история. Но смысл в чем? Почему человек спал? Никогда не размышляли? Ну, Бог дал сон, да, понятно, Бог дал сон. Утешение. Утешение. Помните, на берегу озера Иисус приготовил им пищу? Петр аж из лодки выпрыгнул. Вот все эти моменты. Любишь ли ты меня? Помним, да, эту историю? Три раза спрашивают его. И потом он говорит ему. Когда ты был молод, ты ходил, куда хотел. Но когда ты состаришься, тебя припояшет другой. И поведут туда, куда ты не хочешь идти. И теперь размышляем. Он сидит в тюрьме накануне казни. И я так думаю. Либо он понимает, что он еще не состарился. Что с ним ничего не будет. Потому что Бог сказал. Это первый вариант. Первый вариант. Что, ну, чтобы вы не делали, ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Испыт собит человека. Либо, либо, второй вариант. Сбываются слова Христа, я иду домой. В любом случае, любое из этих, есть слова Христа, есть утешение для Петра. И пусть сегодня Слово Божье, оно будет утешением для каждого из нас. И мы читаем и будем, помолимся кратенько. Вторая глава 2-го офиса с Солоникийцем, с 13-го стиха. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал нас к спасению, Которому и призвал нас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим, именно апостольским. Сам же Господь Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное. Скажи, утешение вечное. Утешение вечное. Друзья, оно начинается здесь. И когда мы в свое время каждый будем вознесены к Господу, и там написано, не будет ни плача, ни стона, ни болезни, и Бог утрет всякую слезу, и там будет вечное утешение. Там будет вечное утешение. Кто-то сказал из неверующих когда-то, ну, что там будет, на арфах будем или на гуслях? Я говорю, понимаешь, если тебе Дух Святой не откроет, то я тебе не открою. Есть утешение вечное. Когда 24 старца поклоняются, поднимаются, там все новое. Свято Господь. И этому нет предела. Восхищению. Восхищению Господню. Это непрестанная радость, утешение Божий мир. Божья любовь настолько будет переполнять, что-то, это трудно, это невозможно выразить, как-то объяснить. Не видел того глаз. Помните? Не слышала уха, и не приходила на сердце человеку, что приготовил Господь, любящим его. И следующий стих. А нам Бог открыл это Духом Божьим. Духом Святым. А что, нам уже открыл? Да открыл, друзья. Не закрыл, а открыл. Нужно утешаться просто Господом через доверие. Дальше. Утешением вечным. Утешение вечное и надежду благую во благодати. Да утешит наши сердца и да утвердит нас во всяком слове, деле, благом. Аминь. Аллилуйя. Жив наш Господь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Божия, за Твой Святой Дух. О, Отец Божий, Ты благ и милостив. Мы сегодня так благодарны Тебя за все милости и щедроты Твои. Отец, мы так благодарны за Сына Твоего, Иисуса Христа, который пролил драгоценную кровь, который стал жертвой милостивления за грехи наши. Мы так благодарны Тебе, Господь, что сегодня мы неповинны и непорочны во Христе Иисусе, что сегодня мы омыты драгоценной кровью Христа, что сегодня мы есть новое творение во Христе Иисусе, что древнее прошло и теперь все новое. Отец, мы благодарим за ту надежду, что Ты есть Бог надежды, и уповающий на Тебя не будет постыжен, Господи. Мы благодарим Тебя, что Твой покров над нами, защита, охрана и ограда. Отец, мы также просим, прости нас, Боже, что иногда мы находили утешение на стороне, что иногда мы увлекались собственными похотями. Прости нас, Господь, прости, Боже, и очисти нас от всякой лжи, от всякой неправды и от этого, Боже, иллюзорного мира, Боже, прости нас, Боже, очисти нас, очисти от тьмы. Пусть воссияет Твой свет, пусть Твоя благодать и радость пребудут в наших сердцах, пусть Твое утешение, Твой Божий мир почьет в наших сердцах и душах во имя Иисуса. А мы благодарим Тебя за Твое вечное Евангелие, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твой Святой Дух, мы благодарим Тебя за Твую вечную любовь, мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Боже, великий и славный, Боже, я молюсь о тех людях, которые сегодня в этом зале, нуждаются в утешении или нуждаются во благодати Твоей. Прикоснись, Господь, Твоим Святым Духом, прикоснись, Господь, Твоей рукою, прикоснись. Пусть всякий страх и тревога выйдут вон и будут удалены рукою Твоей. Во имя Иисуса Христа. Боже, пусть всяческая тяжесть, она просто снимется Твоей рукой. Сними, Господь, тяжесть. Сними эти тягори. Во имя Иисуса, Господь. Благослови. Благослови каждое сердце. Благослови каждую душу. Прикоснись. Исцели. Боже, кто нуждается сегодня в исцелении и просит Тебя, исцели, Господи. Во имя Иисуса. Исцели не только тело, не только кости, но также душу. Даруй, Боже, твердость Духа. Во имя Иисуса. Преисполни Духом Твоим Святым. Пусть потечет через края сердца, Господь, Твой драгоценный елей. Во имя Иисуса, Боже. Приложи свою руку, Господь. Во имя Иисуса. Приложи свою пронзенную руку, Господь. И исцели от всякого недуга, от всякой боли. Во имя Иисуса Христа. Ты есть наш целитель. Ты есть наш добрый пастырь. И мы благодарим Тебя. Пусть придет Твоя свобода, а свобода там, где Дух Твой Святой. Господь. Помоги нам, Боже, ходить в Твоей свободе, быть подводительством Твоего Святого Духа. Драгоценный Боже, веди нас с Твоим советом. Пастырь добрый, направляй нас, направляй. И руководи нами во имя Иисуса Христа. Мы доверяемся Тебе. И благодарим Тебя за Твую великую благодать. За ту радость, которую Ты даруешь сегодня каждому из нас. Мы восхищаемся Тобой. И мы превозносим Тебя, драгоценный Иисус. Мы величаем Тебя всем сердцем и душой. Во имя Иисуса, Боже, мы восхваляем Твое вечное имя. И поклоняемся Тебе, Владыка Вечный, Царь неба и земли, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Сейчас у нас... Спасибо большое за слово. Хор должен сейчас, да? Нет? Причастие. Мы все успеем? Нет. Аллилуйя. Братья, выходите сюда. Мы сейчас будем молиться. Я задам вопрос сегодня. Если ты не в мире с Богом, ты не имеешь мира с Богом. Я хочу, чтобы слушали меня сейчас. Молитесь. Просто молитесь. Если вы... Но не разговаривайте. Если ты не в мире с Богом, тебе надо примириться с Богом. Тебе надо покаяться. Если ты не в состоянии сейчас адекватно себя как бы оценить, но ты чувствуешь осуждение внутри себя. Бог забирает осуждение. Бог сегодня отдал Сына Своего для тебя, чтобы ты был свободен. Но если у тебя есть осуждение, лучше покаяться. Лучше прийти к Нему и сказать, Господь, прости меня. Я осознаю, что я грешник. Забери это осуждение с моего сердца, потому что я знаю, что ты умер за меня. Умер за меня на кресте. Если ты ощущаешь осуждение, тебе надо прийти также к Иисусу Христу. Мы сейчас будем молиться за причастие, но перед этим тебе нужно сделать что-то. Сделать шаг. Принять ту жертву, которую Он совершил на кресте. Каким образом? Через покаяние. Давайте встанемся. Я хочу, чтобы мы молились все вместе. Независимо от того, независимо от того, каялся ты или не каялся, произнеси молитву покаяния. Но тебе придется это заявить вслух. Тебе придется это сказать. Господь Иисус, Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. Я осознаю, что я грешник. И я нуждаюсь в Тебе. Я принимаю Твою жертву, Иисус, как за себя. Я благодарю Тебя, что Ты умер за меня, за мой грех, чтобы я был свободен. И я прошу Тебя, очисти меня, омой меня от всякого осуждения. от всякого греха. Прости меня. Иисус, я нуждаюсь Тебя. Наполни меня Духом Твоим, силой Твоей, чтобы не ходить в воскресшей жизни. Господь, я хочу ходить в воскресенье и в вечной жизни вместе с Тобой. здесь, сейчас, коснись, Господь. Я нуждаюсь в Тебе. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Просто возьмите, положите свою руку на то место, где у вас болит. просто положите руку на то место, где у вас болит. Если у вас болит сердце, если у вас болит позвоночник, положи тоже вперед руку. Если болит поясница, положи на поясницу руку. Если головная боль, положи руку. Во имя Иисуса Христа я запрещаю всякой боли именем Иисуса Христа. Я повелеваю сейчас оставить во имя Иисуса Христа. Оставить эту плоть во имя Иисуса. И именем Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, пускай эти ноги будут исцелены, пускай наши, Господь, головы будут исцелены, пускай наши сердца будут исцелены, Господь. Пускай Твоя слава, Господь, придет на это место и благословение. А я благодарю Тебя и славлю Тебя за то, что Ты здесь. Ты здесь силен, Господь, и Ты творишь, Господь, все новое. Я благодарю Тебя. И даже наша плоть, Господь, даже наша плоть, она обновляется пред Тобой в Тебе, Господь. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы сейчас будем молиться за причастие. Потом мы все возьмем причастие и все мы вместе примем. Господь, я благодарю Тебя за тело, которое было ломимо за нас. Я прошу Тебя, благослови этот хлеб, который есть уже тело Твое. Господь, благослови также чашу, который есть в Новый Завет Твоей крови. Я прошу Тебя, коснись через это каждого из нас. И пускай Твои перемены придут в нас, Господи. Господь, мы снова и снова возвещаем Твою смерть, что это не напрасно, что Ты пришел на эту землю для нас, ради каждого из нас. И мы сегодня можем это констатировать как факт. Господь, я прошу Тебя, благослови, благослови этот хлеб и благослови эту чашу. А мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог, Ты Бог с нами, Ты Бог в нас и Ты селёй. И мы имеем часть в Тебе. Великий Бог, Иисус, слава Тебе. Аминь. Его ранами исцелены, Он пригвожден был ко кресту, Его кровью очищены, Иисус, слава Тебе. В Нем теперь свободны мы. Власть греха разрушил, Иисус, все это Ты. Иисус, все это Ты. Ты мой Бог. Аллилуйя. Ты победу одержал, Иисус. Иисус, Аллилуйя, за меня Ты жизнь отдай, Смерть не смогла сдержать любви. Ты наш воскреший Царь Иисус, полон величия, Ты наш воскреший Царь. Его ранами исцелены, Обрек вождем был ко кресту, Его кровью очищены, Навсегда в нем теперь свободны мы. Власть греха разрушил Иисус, все это Ты. Даровал свободу Иисус, все это Ты. Аллилуйя, Ты победу одержал. Аллилуйя, Аллилуйя, за меня Ты жизнь отдай, Смерть не смогла сдержать. Ты наш воскреший Царь. Кому не хватило, можете поднять руку. Все взяли причастие, да? Ты наш воскреший Царь. Я скажу так. Причастие может принимать человек, который находится в мире с Богом, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя. И вы знаете, в некоторых церквях даже не преподают причастие тем, которые не приняли водное крещение. Но если ты принял решение, что ты уже будешь следовать за Богом и ты желаешь следовать за Богом, тебе надо принять водное крещение. И у тебя в планах это есть. Мы допускаем таких людей к причастию. Потому что это уже совершилось. Мы не имеем права этого не делать. Но если ты не планируешь, то лучше тебе не делать этого. Честно говорю, воздержись. Воздержись. Потому что то, что сделал Иисус, это очень важно. Это важно для меня, для каждого из нас. Это настоящая пища, это настоящее питье. И вы знаете, детям оно не имеет ничего. Дети должны принять решение. Это без веры. Дети должны быть в послушании своих родителей. И если человек принимает причастие, это не дети должны делать. Послушайте, в православной церкви, я помню, когда мне делали это ребенок. Я не понимал, что это такое даже. Но без веры это вообще неправильно. Потому что это крови Иисуса Христа. Это тело, которое ломимо было за нас. И если я принимаю это, я становлюсь причастником. Я становлюсь частью тела Иисуса Христа. Поэтому я говорю, детям надо принять решение еще. Воздержаться. И если ты не принял еще решение, что ты будешь в церкви или ходить в церковь, то тоже воздержись. Знаешь почему? Потому что оно не имеет для тебя никакой силы. Может осуждением быть. Поэтому в Каринфинах написано, что немало из вас болеют и умирают. Потому что к этому не очень серьезно относятся. Несерьезны. Мы должны серьезно относиться к причастию. Что такое серьезность? Это тогда, когда я осознаю, что это цена, заплаченная за меня. Если я не примирился с Богом, воздержись. Я вас предупредил. Но вы должны принять на себя эту ответственность. Аминь. Господь, я благодарю тебя за тело, которое было ломимо за нас, за кровь, которую ты пролил за каждого из нас. Господь, сегодня, Господь, мы стоим перед тобой, Господь, принимаем это причастие, Господь, и снова и снова возвещаем Твою смерть за каждого из нас. Чтобы мы сегодня имели эту возможность быть причастниками Твоего естества, Господь. Подобием Твоей смерти снова и снова мы провозглашаем, Господи, что мы Твои. Мы Твои во всем, Господь. И мы Твои в Твоих страданиях, Господь. И в жизни мы Твои, Господь. Я благодарю Тебя через это причастие коснись каждого из нас. Чтобы Твоя слава, она обитала в нас. А я благодарю Тебя и я славлю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность, за этот прекрасный день. Я славлю Тебя за каждого моего брата и сестру. И я прошу Тебя, благослови. Пусть радость воскресения, радость Духа Святого обитает в нас. Будет в нас, Господь. Я прошу Тебя, благослови нас. Благослови во всяком деле. Наполни нас Твоим Духом, наполни силой Твоей и огнем Твоим, Господь. Я прошу Тебя, пускай Твой огонь придет, Господь, на нас. Мы нуждаемся в Тебе и мы просим Тебя, дай нам гореть, дай нам силу, Господь, в которой мы нуждаемся больше всего. Ты сказал, что вы примите силу. Я прошу Тебя, пускай эта сила сойдет сегодня на нас. Сойдет на каждого из нас. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Слава Иисусу! У нас сейчас будет хор. Вы можете выходить, да? Вы готовы, хор? Вы присаживайтесь. У нас есть такой замечательный хор. И у меня мечта. У меня мечта. Вы знаете, самая большая мечта это, чтобы у нас был тысячный хор. И в Борисполе будет тысячный хор. Вы знаете это? Церковь будет иметь такой тысячный хор, который с прославлением ведет прославление. Я хочу, у меня мечта. Аллилуйя. Начинаем с малого. Спасибо. Открываем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...